Всем здарова! С вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет внеплановое видео, которое, ну, я вообще никак не мог планировать, потому что ситуация просто, просто, блядь, невероятнейшая. Чтобы в 21 веке такие вещи происходили, я, если честно, до сих пор в шоке. Короче, все вы наверняка знаете таких чуваков, как Лев Против. Ну, ходят там по улицам, отнимают алкоголь, там, и все в этом стиле. У них был видосик, я помню, где чувак, который пытался заступиться за другого чувака, там была какая-то драка, и он в какой-то момент три раза получил по лицу от этих самых пацанов с Лев Против. Я, естественно, записал инстастори, сказал об этом и, собственно, выложил у себя в инстаграме. Сейчас я вам всю нарезочку покажу, и вы вернетесь сюда обратно. Этот чувак пытается его уебать, он не попадает, этот отталкивает, и чувак, ну, так вот, вот этот чувак в середине пытается их разнять, и что делает компашка Лев Против? Раз уебали, два уебали, потом даже после того, как он отлетел, ему еще раз достается, вот здесь вот смотрите, блядь, из-под кишка просто, блядь, берет нахуй и в ебало дает. Просто чувак хотел разнять их, блядь, я в ахуй просто от этого беспредела, блядь. Мне кажется, такая залупа только в России реальная, когда куча отморозков ходит по улицам и пиздят каких-то говнорей, и им все сходит с рук. Я как бы этих чувачков тоже не оправдываю, они так же творят хуйню, но, блядь, все же по закону должно решаться, а не вот так вот. Не поймите меня неправильно, я ни в коем случае не поддерживаю то, что происходит на болотке, стадо бомжей, которые постоянно срут, гадят и бухают, это крайне не круто, но этим должны заниматься полицейские правительства, мол, я не знаю, ну кто угодно, но только не эти отморозки, которые ходят и пиздят людей. Кто-то скажет, что Лев Против преследует благие цели, очищает улицы Москвы от алкашей и прочей нечести, ну, блядь, проекту Лев Против уже около 3-4 лет. Что изменилось? Нихуя не изменилось. Бомжей и алкашей становится только больше, это просто бесполезная хуйня. На каких-то там стримах я тоже что-то говорил об этом, ну, типа, как-то не очень лестно отзывался о данной компашке людей, потому что я действительно считаю, что это полная залупа, типа, вот так вот бороться с алкоголизмом в нашей стране, ну, это ж полный бред. Очевидно, что у пацанов в приоритете шоу и все в этом стиле, потому что посмотрите на каждый заголовок их видосов. Типа, он с ножом, я с Дагестана, в общем, такие прям вызывающие названия, чтобы, собственно, люди кликали и смотрели на весь этот балаган. Ну и вот, Лев решил, так скажем, прийти раз на раз и побазарить со мной. И побазарить, естественно, как бы он не мог просто прийти, один пришел там со своими людьми и, естественно, он захватил камеру. Куда ж без камеры? Ведь экшона не будет. Ведь не будет, блядь, тех самых просмотрах, от которых он мечтает, потому что, ну, по-другому никак. Если бы у него цель была лишь одна, типа, чтобы я там извинился и как-то пояснил за свои слова, он бы пришел бы один и без камеры. А он пришел с чурком, с камеры, наставил и начал мне там какие-то вещи втирать. Тем более, когда ты знаменитый ютюбер, у которого миллион подписчиков на канале, вот так вот реагировать на критику в свой адрес, и не самую жесткую, я вам скажу. То есть, по факту, на личности я не переходил. И теперь посмотрите на название ролика. Я якобы его назвал пидорасом и какую-то ложь там бью. Чего, блядь? Откуда ты эту херню вообще выдумал, блядь? Вот просто мне скажи, откуда ты берешь эти громкие названия? Никак в жизни про тебя такого не говорил. Ты мне нахер не всрался. Максимум, что я говорил, это то, что вы ходите по улицам и пиздите бомжей. Как бы, по факту так и есть. Никаких прямых оскорблений не было, по сути-то. Да если даже были, блядь, у тебя канал на миллион подписчиков, ты зайди в комментарии, ты посмотри на ютюбе, сколько людей на тебя разоблачение делают. И ты будешь каждого вот так вот ловить? Нееет. Естественно, он дойбется до того, у кого дохерища подписчиков, дохища просмотров. И, собственно, я стал жертвой. Да, вот так вот. То есть он на мне пошел херачить просмотры, записывая это все на камеру. То есть если он реально хотел, чтобы я пояснил за слова, он бы встретился один на один. Позвонил бы, написал бы. Но нет, нахера. Лучше не предупредив, сразу с камеры зайду и начну устраивать балаган. Я прекрасно знал, к чему это все идет. Они ждали меня на улице. Они уже были готовы пиздиться, потому что в какой-то момент он первый на меня руку поднял. Да. То есть я, по сути, мог в ответку въебать, и там был бы полный пиздец. То есть он мне дал какую-то, ну, почти такой пощечинку, какую-то лайтовую дал, блядь. Ну, типа пытаясь меня спровоцировать. Хотя, насколько я знаю, они утверждают, что первыми никогда не начинают пиздиться. Но это не важно. Ну и вот. Они стояли на улице, ждали, когда я выйду. Естественно, я бы извиняться не стал. Как бы сильно вы меня не пиздили, как бы вы там, блядь, перцовками своими меня не брызгали, я бы извиняться не стал. Потому что за свои слова я отвечаю. Да, я считаю то, что вы занимаетесь хуйней. От того, что вы меня отпиздите, я не перестану считать, что вы занимаетесь хуйней. И при этом всем я не поддерживаю алкоголизм на улицах. Это полная херня. Типа, бухающие бомжи, наркоманы и прочие быдлогопники, это не круто, абсолютно. Но есть другие методы, более, блядь, не знаю, адекватные, что ли. Поэтому в чем базар, я вообще не понимаю. Если я до каждого доебывался, кому я не нравлюсь в интернете, ой, мамочки. Сколько же я чуваков бы так ходил бы и доебывал бы. И кто-то наверняка скажет, надо было выйти, там отпиздить, вот эту хуйню устроить. Если бы я это сделал, я бы играл бы по его правилам. Потому что я прекрасно знаю, по каким правилам живет этот молодой человек. Естественно, я знал, что он выложит видос. Естественно, я знал, что это будет шумиха. Он назовет как-то по кликбэтному ролик, собственно, как сейчас и получилось. И выкладывает и наслаждается жизнью. Поэтому я поступил логически. Я не стал устраивать для него шоу. Я не стал играть под его дудку, по его правилам. Я просто взял и ушел. Потому что я знаю, чем бы это все кончилось. Я ему сказал, если ты хочешь встретиться один на один, ради бога, давай побазарим. Один на один, без камеры, я все тебе выскажу. Однако он не захотел. Он пришел с камерой и начал херачить там вот это вот все дело. Молодец, хороший подход. Вот это по-мужски. Вот ты говоришь, типа, это не мужской поступок. Там в интернете что-то про кого-то говорить. О, господи. В интернете про кого-то что-то говорить. Серьезно, блядь. Я, конечно, понимаю, что ты по каким-то там пацанским принципам, видимо, живешь. Но меня это не касается, понимаешь? Ты один человек, я другой человек. У тебя свое мнение, у меня свое мнение. Это все просто и логично, как бы. Ходить доебываться до людей, говорить то, что он делает это неправильно. Он говорит те вещи, которые я не хочу слышать. Еще мне очень понравился тот молодой человек, который встал рядом с ним справа и говорил то, что ты меня по факту называл криволицем. Что-то какую-то фразу какую-то выебунух, хотя я этого чувака первый раз в жизнь видел вообще. То есть они напридумывали каких-то историй. Этот придумал, что я его пидорасом называл. Этот придумал, что я его криволицем называл. Хотя по факту я никого лично не оскорблял. Да, я говорю, что они занимаются хуйней. Все, блядь. И самое интересное, и самое интересное. После этого я нашел его телефон, и мы целый час разговаривали о том, о сем, о жизни, о мировоззрении. Ну, в общем, сошлись на том, что типа у тебя свое мнение, у меня свое. Я еще сказал, ты будешь выкладывать ролик? Он типа промолчал. Ну, мне показалось, что он не будет этим заниматься. Ну и как видите, просто так побазарить он не пришел. А пришел сделать контент, сделать шоу. И если бы я вышел, то я, получается, плясал бы под его дудку. А этим заниматься я не хочу. Опять же, ребята, я повторяю, я не поддерживаю всю эту херню на улицах. Это полное дерьмо. Бухалово, хуялово, там, пизделовки постоянно. Это полное дерьмище абсолютное. Но методы, которым они это подают, это полная херня. Как по мне, этим должны заниматься полицейские. Без насилия, без драк и без прочей херни. Еще мне очень понравилась фраза от Михаила. Мы с ним по телефону, вот опять же, когда час общались, он сказал, ты очень плохой человек. Ты пропагандируешь алкоголь, ты материшься и все такое. Я ему ответил вполне логическую фразу. Не моя проблема в том, что родители позволяют смотреть тот или иной контент на ютюбе. Не я должен за этим следить. У каждого есть своя голова, у каждого есть свои родители, которые так или иначе должны ограничивать доступ к тому или иному контенту. Если уж на то пошло, тебя тоже смотрят дети. И они видят весь этот пиздец, который происходит. Как вы пиздите людей. Происходит лютая дичь. Это тоже, по-своему, высказывается. Это тоже негатив, блядь. Я, в отличие от тебя, делаю максимально позитивный контент. Ну, в основном, иногда, конечно, я бомблю и матерюсь, но это не важно. В любом случае, я свое мнение не поменяю. Можете меня еще раз найти. Можете попытаться меня отпиздить, там заставить извиниться. Извиняться я не буду. Пиздиться я с вами не собираюсь. В любом случае, я всегда ношу с собой средства самообороны. В любом случае, всегда есть полицейские. Поэтому, что я тебе могу сказать, Михаил, удачи. Пытайся дальше хайпить. Придумывать очень охуительные истории. Под предлогом каких-то благих целей. Выкладывать это на ютюб. Еще по факту, как бы, говоря то, что я не говорил. Вот эта фраза, блядь, меня до сих пор не оставляет покоя. Назвал меня пидорасом. Ну, как же сложно жить в этом мире, ребята. Мне еще очень понравилась фраза, которую он мне по телефону сказал. Если ты, типа, бухаешь, то ты брак народа. Ты бесполезный. Ты абсолютно не нужен обществу. Что-то вот в стиле этого. Вот так вот и получается. Не важно, сколько ты хороших дел дел делаешь по жизни. Главное, если ты бухаешь, то ты все. Ты не человек, ты чмой. И подохнуть тебе надо поскорее. При этом я ему сказал то, что я занимаюсь благотворительностью. И там животные помогают. Главное, если ты бухаешь, все. Ты нахер не человек. Ты отброс общества и все в этом стиле. Я на улицах не бухаю. Бухаю исключительно дома. Если кто-то меня смотрит и вдохновляется этим. Сорян, это не моя проблема. Я всегда говорю то, что бухать это хреново. И все в этом стиле. И никому, как бы, не заставляю насильно вливать это в горло. Поэтому в чем проблема? Я не понимаю. Ну и, в общем-то, все, ребята. Я думаю, что адекватным людям и так все ясно. И ничего не надо по сотому кругу разжевать. Но оказалось, есть люди, которые считают, что высказывать свое мнение в интернете в 2018 году – это что-то запредельно ненормальное. И считают нормальным врываться в раздевалки с камерами и пытаться, блядь, устроить драку на ровном месте и на этом делать контент. Если вы считаете, что это правильно, флаг вам в руки. Молодцы. Удачи и хорошего настроения. Ну и, в общем-то, все, ребята. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Если не понравилось, ставьте дизлайк. С вами был я, PandaFXX. Всем хорошего настроения. Пока.